Hello, люди, и добро пожаловать на Glafi Games. Как вы уже знаете или нет, самые внимательные пользователи обратили внимание, что сегодня на странице Dying Light 2 в Steam появилась плашка, указывающая на то, что зомби-экшен будет защищен Денуа, друзья мои. Любопытно, что Techland решил объявить об этом за трое суток до релиза, хотя обычно разработчики делают это за несколько месяцев. Соответствующее обновление в базе данных Steam появилось вчера в 12 часов дня по московскому времени. Что самое любопытное, сообщество так и не пришло к единому мнению, насчет снижения производительности, к которому приводит наличие Денуа. Некоторые игры действительно страдают от DRM, а другие нет. В любом случае, релиз запланирован на пятницу, и я с большим удовольствием готовлюсь протестить данный продукт на своем железе. Но как бы там ни было, давайте вместе постараемся разобрать плюсы и минусы Денуа. Ни для кого не секрет, что любая компания хочет защитить свою интеллектуальную собственность, чтобы не потерять прибыль. Вот и разработчики игр пытаются защищаться от хакеров. Они устанавливают технические средства защиты авторских прав, DRM-системы так называемые, как Steam или Origin Online XS. А для надежности внедряют технологию Денуа, выступающую в роли дополнительной оболочки DRM-систем. Без дополнительной охраны игры взламывались бы очень быстро, в течение недели. Основная задача Денуа – защищать программу от взлома как можно дольше. Впервые о Денуа заговорили в 2014 году, когда игру Dragon Age Inquisition целый месяц пытались взломать. Тогда это было сенсацией, никому не удавалось так долго продержаться под ударами хакеров. С тех пор разработчики регулярно пользуются услугами создателей защиты. Какие же решения помогли Денуа стать востребованной? Ну, во-первых, каждому персональному компьютеру, как вы знаете, при установке игры присваивается уникальный ID. Он генерируется в зависимости от типа видеокарты, процессора и других составляющих ПК. Создание 64-битной виртуальной машины, она нужна для того, чтобы вредоносные программы не попадали в основную систему. Запутывание кода, исходный код программы приводится в такой вид, что невозможно разобрать алгоритм работы и модификацию при декомпинации. Антидамп. Необходим для защиты информации о компьютерной системе. Криптография белого ящика скрывает из памяти ключ, без которого не удастся расшваровать код игры. Стоит посмотреть на работу системы защиты глобальней. Представим, что все игры не поддаются взломам. Это в конечном итоге придет к тому, что разработчикам придется стремиться улучшать качество игр. Без этого компании не смогут выжить, ведь геймеры будут тщательнее подходить к их покупке, смотреть отзывы, обзоры и так далее. При всех достоинствах антипиратской программы разработчики игр не внедряют ее повсеместно. В чем же причина? Ну, во-первых, для разработчиков программа Denuvo, как заявляют ее владельцы, не защищает от взлома полностью. А раз так, то и создатели игр теряют прибыль. Для пользователей основная критика в адрес охранной системы исходит от посетителей торрент-трекеров. Их голоса можно не учитывать, но проблемы возникают и у игроков, покупающих лицензии. На официальном сайте Denuvo заявлено, что программа не влияет на производительность игр, но это не так. Игроки жалуются, что антипиратская программа увеличивает фпс и приводит к зависанию. Примером может служить установка Doom Eternal античит от Denuvo в видеоигру. После внедрения этой программы в мае 2020 года от пользователей посыпались негативные отзывы в адрес создателей Doom. Геймеры жаловались на вылеты, проблемы с доступом к одиночной кампании, а некоторые даже не могли зайти в игру. Все разрешилось, как только разработчики удалили античит. Как итог, друзья мои, все остается довольно туманным. И единственный вариант это протестить игру на собственном железе, что я и буду делать. Для теста я подготовил два игровых ноутбука и ПК. Я буду проверять игрушку на ноуте GTX 1660 Ti и RTX 2060. ПКшник оснащен же RTX 2070 Super. Поэтому в пятницу залетайте на стрим и будем тестить все вместе.